Главное, чтобы это не пожароопасно, чтобы не было проблем. Директору музея Евгению Гришко до сих пор не верится, что уже совсем скоро новое здание откроет свои двери для посетителей. 15 лет хранители мечтали об этом. На протяжении долгого времени 6 тысяч экспонатов ютились по разным углам. Теперь им всем найдется место. Это были казармы для строителей, которые строили обводный канал и Адмиралтейство. А потом, после этого строительства судьба неизвестна, а в советский период это была столовая номер 10, а где-то в 80-е годы столовая закрылась и здание было заброшено. И оно стояло просто место для бомжей. Масштабная реконструкция обошлась в 100 миллионов рублей. Теперь это не просто музей, а целый информационно-культурный центр. Таблички, указателей над входом еще нет, зато в помещениях, площадь которых увеличилась втрое, работа над оформлением будущей экспозиции не прекращается ни на минуту. Посетители на входе в музей истории Кронштадта будут встречать котел. И это неспроста. Когда русские солдаты высадились на остров, шведы стремительно бежали, оставив на костре котел с дымящейся ухой. Согласно легенде, именно с этим котлом и связано появление названия острова Котлин. Первым новоселом в отреставрированном здании стала эта комната морского офицера. На экране она кажется огромной, на самом деле поместится в обычный ящик для посылок. Зато пришлось потрудиться над знаменитым Петровским доком. Ландшафтных дизайнеров звать не пришлось. Художник-оформитель Наталья Остапенко справилась самостоятельно. Потому что он был выцветший весь. И сейчас мы ему придаем объем, цвет, он нас ожидал. Вновь ожившая экспозиция расскажет об истории острова Котлин с начала постройки первого форта. Изюминкой музея, по словам краеведов, станет реконструкцией тех событий жизни Кронштадта, которые сыграли трагическую роль в истории всей России. Мы пользуемся этой возможностью для расширения экспозиции, в том числе по таким острым темам, которые актуальны до настоящего времени, как восстание в Кронштадте в марте 2021 года. Большинство музейных витрин еще пустые. Посуда, костюмы, оружие и уникальные документы перейдут перед самым открытием, когда в залах полностью отрегулируют систему климат-контроля. О новых тайнах и загадках колыбели русского флота посетители смогут узнать уже в начале сентября. Сергей Семенов, Алексей Купцов, Ольга Потапенко. Вести. Санкт-Петербург.